Полторы тысячи долларов за доступ к личной жизни россиян. Такова цена в черной сети за украденную базу данных. В списке 30 миллионов клиентов крупнейшей лаборатории гематест. То есть, по сути, мошенники залезли к ним в нижнее белье. Утекли телефоны, паспорта и адреса, и результаты анализов, вплоть до цепочек ДНК. Журналисты нашли троих из этого списка. Все люди подтвердили подлинность слитых данных. По компании более тысячи филиалов. Она представлена в 260 городах России. А в Красноярске работает 17 отделений лабораторий. Попали ли данные красноярцев в число украденных, это тоже предстоит выяснить специалистам. Но вот узнают ли об этом клиенты и как они это узнают. Лаборатория заявила, что начала проверку. А на деневом рынке сегодня появились новые предложения о продаже. Значит, данные до сих пор открыты и растаскиваются. Точно попали в сеть люди из Севастополя, Москвы, Домодедова, Великого Новгорода и других городов. Директор компании «Гемотест» после разбирательств обещает сделать официальное заявление. Пока еще надеется, что мошенники бравируют и украли не так много. Мы предпринимаем все необходимые действия. Проводится проверка, сколько таких случаев. Может, там некорректно все написано. Но на всякий случай стоит оценить угрозу. Выстрелить может где угодно. Самое безобидное, если данные попадут в какую-то медицинскую среду и будут использованы для маркетинга. Как у нас было, что оформляют документы, кредиты, звонки мошенников, родственникам. Вплоть до шантажа какого-то. Стали известны данные о каких-то родственных связях, о чем-то еще, о заболеваниях. В Роскомнадзоре теперь тоже готовят проверку. И напомнили, пострадавшие могут требовать компенсацию. Правда, загвоздка в том, что они вряд ли узнают, что попали в число жертв. В случае распространения ваших персональных данных вы имеете право обратиться в суд за компенсацией морального вреда согласно статье 151 Жданского кодекса Российской Федерации. Однако для удовлетворения ваших требований распространение данных, а именно незаконное распространение данных, должно быть доказано правоохранительными органами. В противном случае время доказывания в судебном процессе ляшет на вас. Иными словами, быстрее большинство пострадавших дождутся приветов от покупателя слитой базы. И хорошо, если не станут жертвой второй раз. Эта утечка крупнейшая, но далеко не первая. В конце февраля базу Яндекс.Еда взломали и торговали данными, оформив все в удобное приложение карту. Там тоже были телефоны, адреса и электронная почта 5000 клиентов. По прожорливости каждого можно было понять его доход и платежеспособность. Тогда пострадавшие составили коллективный иск. Я бы принял участие, потому что действительно причина, почему это могло произойти, это либо ненадлежащее обеспечение безопасности информационной, либо второй момент, как часто бывает 90 проблем в бизнесе, это люди. Кто-то из сотрудников намеренно, либо халатно, либо каким-то образом еще приложил к этому руку. Вот два момента. Либо не обеспечили извне атаки, внешней угрозы, либо не обеспечили внутренней безопасности. Как там было, я не знаю. Такие сливы, уверены специалисты по информационной безопасности, будут продолжаться тем больше, чем больше мы уходим в интернет. И хотя Минцифры успокаивает, что готов закон об ужесточении уголовной ответственности за массовые утечки персональных данных, вряд ли это остановит мошенников. Закон это, конечно, хорошо. Но ждать, когда поймают преступника, который уже успел обчистить твой кошелек, или разболтал всему свету о твоих болячках, сомнительное удовольствие. А потому, чем больше будет таких утечек, тем скорее клиенты, подобные гематесту компании, станут требовать анонимности, псевдонимов, кодировок и прочей секретности. И это похоже на куда более надежный путь. Анна Гейнс и Андрей Ткачук. Новости Прима. Новости Прима.